Носорог. Вездеход-амфибия из 50-х. Самый страшный вездеход с необычными колесами. Если составлять рейтинг самых необычных автомобилей, то эта машина, наверное, была бы в самом верху списка. Ее удивительный внешний вид подкреплялся отличными ездовыми характеристиками. Встречайте, Рино, он же Носорог. Вездеход-амфибия из 50-х. Создателем Рино был амбициозный американский изобретатель Эли Эжнайдес, который уже успел прославиться своим водопроводным краном, аэратором, умной ловушкой для мышей и другими, безусловно, полезными в хозяйстве, но весьма далекими от автомобилей изобретениями. В 1950 году Эжнайдес заказал сборку своего вездехода на заводе Мармон Херриктон, где он был готов в 1954 году. Результат работы поражал своим внешним видом. В качестве движителя использовались огромные полусферические колеса диаметром 180 см спереди и 90 см сзади. Корпус из стального каркаса был обшит алюминиевыми панелями и имел дыну 5,7 метра. Снаряженная масса носорога составляла 5 тонн. Место водителя находилось в верхней части корпуса и закрылось стеклянным обтекателем, создавая полное ощущение того, что это вовсе не автомобиль, а подводная лодка на колесах. Что было недалеко от истины. Благодаря всем тем же колесам Рина обладал отличной плавучестью и мог развивать на воде скорость в 8 км в час. На шоссе носорог был способен разогнаться до 72 км в час. Благодаря низкому центру тяжести он был весьма устойчив. В качестве силового агрегата использовался дизельный 110-сильный двигатель Ford. С ним автомобиль расходовал около 20 литров топлива на 100 км. На бездорожье Рина также чувствовал себя уверенно. Он был оснащен подключаемым полным приводом, что совместно с ребристой поверхностью колес полусфер, которые работали как грунтозацепы, позволяло взбираться на склоны крутизной до 33 градусов. Был построен только один прототип, который, по слухам Эли Эжнайдас, показывал военным в надежде впарить носорог в качестве автомобиля патрулирования побережья Аляски. Армейские чины отнеслись к машине весьма прохладно, справедливо посчитав, что на вооружении нужна куда более традиционная и надежная техника. Дальнейшая судьба Рина достоверно неизвестна. По неподтвержденной информации, он уцелел до наших дней и хранится в частной коллекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова